Коллеги, меня слышно или нет? А то у меня тут что-то какой-то сбой произошел. Слышно меня или нет? Поставьте плюсики, пожалуйста. Коллеги, меня слышно или нет? О, ура! А то я думала уже все. Здравствуйте! Рада всех приветствовать, рада всех видеть, кто пришел на вебинар, кому действительно очень важно не просто делать личные объемы, но еще и зарабатывать и делать это грамотно. Сегодня мы с вами поговорим, как составлять план покупок. Наброски я вам сделаю. Подготовьте, пожалуйста, тетрадку и ручку, чтобы вы делали какие-то себе пометочки для себя. И не затариваться продукцией, потому что знаю, что очень многие делают такой момент. Я в свое время очень сильно затаривалась, ай-яй-яй. Ну и учимся грамотному формированию заказов. Итак, начинаем. Вот такие я вам картинки забавные нашла. Они действительно забавные, потому что, когда мы начинаем разбирать свои запасы и делать ревизию, то на наших полочках очень часто огромное количество различной декоративной косметики, которые относятся и к Фаберлик, и не к Фаберлик, неважно. Вот все наши косметички, полочки, пакеты. Все очень часто, практически у всех, они забиты. У меня вот я вот показала картинку. Это не моя картинка, но если бы я вывалила свою, то она была бы еще больше, вот чего у меня только нет. С правой стороны я поставила картинку, там продукция не Фаберлик, но очень часто на наших полках стоит продукция и не Фаберлик. Это, с одной стороны, конечно же, никто не против, это ваше право. Нет звука? У всех нет звука? Поставьте мне плюс, у кого есть звук. Коллеги, кто меня слышит? Сейчас, так, меня слышит только Димитрина. Сейчас напишу, Даша, меня слышит, сейчас напишу, нажмите F5. Я тогда продолжаю, это, видимо, индивидуально пока я переключалась тут. Дело в том, что мы все пользуемся продукцией из магазинов. Мы всегда покупаем в разных магазинах, что-то нам понравилось, где-то у нас за это прям ай-яй-яй, нам понравилось, мы хотим это, и мы таримся. Единицы, кто не тарится. По-другому слову сказать не могу. Практически каждая женщина любит шоппинг, и каждая женщина, увидев какую-то такую прелестную штучку, бежит ее купить. Не всегда эта штучка полезна, не всегда эта штучка по составу необходима. Девочки, напишите, пожалуйста, Анастасии, чтобы она вышла и зашла, попробовала, потому что, ну, здесь я ничего не могу сказать, она меня не слышит. Напишите, помогите мне, пожалуйста, я буду продолжать, потому что время уже идет, мы задержались, ждали пока всех остальных. Короче, у каждого из нас полочки заполнены. Полочки заполнены, и если мы это видим, и одежды, и всем остальным, очень важно именно сделать ревизию. Давайте посмотрим, по каким параметрам мы начинаем с ревизии. Первый шаг – это ревизия. Смотрите, разбираем запасы. Открываем все шкафчики полностью, все шкафчики, где у вас что лежит, где что у вас стоит. Почему, скажу, еще полезно. Это не просто полезно для заказов, это полезно для каждого из нас, потому что, когда мы наводим порядок на полках, то у нас наводится порядок в голове. Есть такое даже правило, если вам не хватает денег, помойте полы. Вот серьезно вам говорю, я проверяла миллион раз. Если мне, предположим, не хватает какой-то суммы денег, я просто, ну, я продолжаю эту тему нашу денег, как можно фокус на деньги, то можно просто помыть полы, убраться там в какой-то зоне определенной, навести идеальный порядок, и вдруг происходит порядок в голове, откуда-то какие-то ресурсы появляются. Так вот, как мы делаем ревизию? Ее правильно надо сделать. Мы разбираем запасы. По косметике для дома. Перебрала, да? Из-за переезда, да. Я вот ремонт делала, я, боже, что мой, я только в 8 коробок отдала одежды. О, боже, 8 коробок – это только свои одежды, а перед этим мы делали благотворительность для беженцев с Украины, 8 мешков только из дома вывезла, одежды детей, ну, как вот, мужской одежды и своей. Поэтому это очень хороший момент, когда мы чистим пространство, мы очищаем это пространство для того, чтобы к нам пришло новое, хорошее и важное. Итак, мы смотрим по косметике для дома и химии для уборки. Я вас всех заклинаю просто все-таки, чтобы вы задумались о здоровье своей семьи, задумались о здоровье вашего окружения и своем здоровье. А также, чтобы вы задумались о здоровье земли. Потому что, когда мы используем химию, все мы это сливаем в поток, в трубы, все это уходит в землю, бедная наша земля, уже заполнена этой химией, уже даже плодородить практически не может. Когда мы смываем нашу косметику для дома, земля не портится, здоровье не портится, организм ваших близких становится намного здоровее. Поэтому разберите, пожалуйста, свои полки. Возможно, у вас где-то из старых запасов есть какие-то средства, которые очень вредны. Если не верите мне, то посмотрите, пожалуйста, составы, и вы сами увидите, что там находится. Вы просто ужаснетесь тем, из чего это сделано. Поэтому разберите это. Разберите косметику для дома свою. Потому что, когда человек начинает тариться, покупает, ой, скидка большая, надо штук 5 или 6 или 10 купить, то у него на полочках скапливается огромное количество даже полезной косметики для дома от Фаберлик, но она уже чаще всего очень многое абсолютно просроченное. Поэтому нужно разобрать, что нужно в первую очередь использовать, что нужно просто-напросто, например, выкинуть или как-то использовать для другого. Например, когда у меня, я разбирала и нашла, подождите, коллеги, секундочку, отключу холодильник, а то он у меня тарахтит. Я, например, кондиционеры для белья, которые загустели у меня и которые уже использовать невозможно, я их использую для мытья полов. То есть и пенная получается вода, и эта густота хорошо разводится в бедре, и получается еще такая ситуация, что вроде бы как я не выкинула, но уже для полоскания белья оно уже не подходит, оно застревает в машинке стиральной. Разбираем. Потом разбираем посредством по уходу за кожей волос. У меня очень много накопилось, и периодически я это делаю. То есть какой-то один из шкафчиков разбираю. Разбираем. Вообще все разбираем. Потом дальше буду говорить. Разбираем декоративную косметику, парфюмерию, одежду, обувь. Думаем вот про одежду и обувь, думаем, что оставить себе. То, что вы действительно, ну вот прям вот рука не поворачивается, и вам очень нравится, и вы носите. Я написала себе или выкинуть, но здесь могут быть другие еще варианты. Например, есть какие-то вещи, которые вы ни разу не одевали, они практически даже с этикеткой, но вы понимаете, что никогда не оденете. Их можно продать через Авито, их можно продать через вот такие вот маленькие мобильные приложения и немножко заработать денег. То есть это у вас будет валяться годами, а тут вы хотя бы себе компенсацию какую-то сделаете. Возможно, вы что-то поносили, и оно уже вам маленькое, и вы уже понимаете, что это вообще уже вышло из моды, вы никогда больше не оденете. Характер у вас другой, поправились ли вы, или наоборот похудели. Разберите, возможно, отдать можно кому-то. То есть собрать вещи и тоже вот здесь вот все разобрать. Проверяем второй пункт, это проверяем по срокам годности. Да, конечно, наша косметика, она имеет свойство после выхода срока годности, она еще восемь месяцев работает. Если вот такой небольшой срок, без проблем, но бывает иногда, что мы где-то завалилось, какую-то полку, где-то оно лежит, и вот эта вот косметика уже начинает пахнуть. Оно уже там прошел год или еще сколько-то. Декоративная косметика, срок годности три года. Парфюмерия, срок годности три года. Если она у вас не потемнела, правильно хранится, то ей ничего не будет. Но если она у вас уже стоит очень долго и в открытом флаконе, то этим уже парфюмом пользоваться нельзя. Там и аромат уже не тот, и многое другое. Поэтому разбирайте свои завалы, я называю а-ля завалы, для того, чтобы освободить пространство. Смотрите, вот все, что берем мешок для мусора, прям вот мешок без всяких, вот прям большой. Все, что по срокам годности уже все. Или, например, остались какие-то, часто бывает, например, остается уже выдавленный полностью тюбик, но мы думаем, что мы еще обрежем, там что-то достанем. В конечном итоге он пересыхает и стоит. Вот берем все, что вот уже не кондиция, прям в мешок сбрасываем. Вот все, что нужно выкинуть и по срокам годности. Все, что просроченное, прям вот просто безоговорочно выкидываем, даже не боимся этого. То, что с нормальными сроками откладываем, возможно, вот в коробочку в отдельную, чтобы потом сформировать себе на полочках, или если у вас есть порядок на полках, вы знаете, что, например, для волос у вас стоит одна полка, средства по уходу за лицом у вас другая полка, какие-то средства, там, например, гели для душа третья полка, тогда вы можете просто вот, которая по срокам годности все замечательное, вы оставляете. И по одежде также на полочке можете складывать. Но если это сложно, то можете вначале просто взять пустую коробку и хороший вот продукт и просто сложить туда, потом вымыть полки и поставить туда эту продукцию. Выставляем по шкафам. Вот когда мы начинаем выставлять по шкафам, то я рекомендую, что если, например, у вас порошки одинаковые, порошок для стирки, то берете, ставите один за другим, чтобы вы понимали, что у вас вот их сколько, два, три там может быть. То есть вы видите, что у вас их много. Потому что если это не расставлено в определенном месте, я не знаю, как вы, я за собой замечала. Если у меня в разных местах, то я опять обратно покупаю, думаю, что в одном месте закончилось, мне кажется, закончилось. Потом нахожу в другом, говорю, боже ж ты мой, как я тут пропустила. Поэтому я стала прям вот себе конкретно заводить конкретные места и вот так вот расставлять, все соединять вместе. Расставляем и смотрим, сколько штук. Отмечаем в тетради. Лучше завести тетрадь или ежедневник возьмите, красивый какой-то, чтобы вам удобно было. И уже отмечаете, сколько количество у вас чего есть. Например, порошки, пять штук записали. Вы понимаете, что порошок вы покупать долго еще не будете. Ну, в зависимости, насколько вы часто стираете. Все равно вы знаете свою семью гораздо больше. Но старайтесь не покупать, если у вас еще в перспективе есть этот продукт. Берете, потом смотрите, отмечаете в тетрадь, например, заканчивается. То есть есть у вас какие-то полочки, у меня есть отдельные полки под раковиной, где я выдвигаю. То, чем я пользуюсь сейчас. Я вижу, что, например, флакон уже полупустой. Я себе пишу, ага, вот это у меня заканчивается. То есть мне необходимо, мне хватит до конца каталога, например, а уже в новом каталоге я могу этот продукт купить. Или, например, я понимаю, что до конца каталога мне не хватит, там буквально остатки. Поэтому я покупаю в этом каталоге. Тогда у вас будет формироваться вот этот порядок, и вы будете понимать, зная свою семью, планируя свои вот эти вот заказы, вы будете понимать, например, насколько вам хватает средства для унитаза, насколько часто вы чистите унитаз, насколько вам хватает средства для мытья посуды, насколько вам хватает. Вот если у меня посудомоечная машина, то я понимаю, что я купила коробку для посудомоечной вот таблеток, и она у меня стоит, и я ее вижу, она в одном месте. Как только она начинает заканчиваться, я покупаю коробку, я не тарюсь, чтобы их у меня было 10. И у меня, естественно, средств для мытья посуды уходят намного меньше, потому что я часто мою именно посуду в посудомоечной. По себе ориентируйтесь, когда у вас может закончиться. Следующее. Отмечаем в тетради хватит до какой даты, то есть до какой даты. Тогда вам будет гораздо легче, когда у вас перед глазами будут те средства, которыми вы пользуетесь регулярно. Вы понимаете, что вы это покупаете регулярно для своей семьи. Не обязательно фаберлик. Вообще. Вы регулярно это покупаете. Даже по холодильнику это можно планировать свои покупки, например, по продуктам. Но я все-таки, мы говорим про фаберлик. То здесь вы, когда вы отмечаете, что у вас обязательно должно быть в рационе, обязательно должно в вашем доме быть, то вы, и вы это записываете, то когда у вас это записан в список, а не просто где-то там стоит, то вы будете, вам легче будет формировать комплект, знаете как, корзинку потребительскую, чтобы предложить своим клиентам. Об этом мы поговорим позже. Но вначале начинаем с себя. И вот отмечаем все по порядочку. Второй шаг у нас, какой идет. Мы уже начинаем, исходя из этого списка, из выброшенного. Например, нам кажется, ой, у меня столько туши для ресниц, ой-ой-ой. А мы их открываем, они уже подсохли, а они, например, уже там скомковались, и туши, получается, нету. И их вроде бы много, но их приходится уже выбрасывать. Или мы там думаем, ой, у меня лаков для ногтей такое множество. Мы открываем, они уже загустели, их уже на ногти наносить невозможно. И все. И получается, наступает какой-то праздник, и мы ай-яй-яй. Поэтому вот, когда вы разберете, вам легче будет составить план покупок своих, именно внеся, вот основываясь, вот знаете, как вот видите, на картинке слева, вы, например, записали, что вам необходимо, что у вас в остатках. И напротив, вы можете уже записать, например, в каком, насколько вам это хватит, в каком каталоге вы это приобретете. Так можно составлять план покупок буквально на год. То есть, например, порошки мы пользуемся всегда. Мы знаем, насколько ориентировочно нам хватает порошков. Поэтому мы можем запланировать, например, поквартальная покупку порошка. Поквартально. Не каждый каталог, а поквартально. И у нас уже план покупок вот так на год будет распределен. И еще какие-то такие же обязательные продукты, которыми мы пользуемся. Итак, составляем план покупок. Я, конечно же, поставила картинку план продаж, потому что это все взаимосвязано. Итак, заводим тетрадь ежедневник. Еще раз повторяю. Планируем, в каком каталоге что купить. Я вам сказала, если у вас регулярные есть продукты, которыми вы пользуетесь, вы можете запланировать, и вы будете понимать, что, например, через три каталога у меня однозначно будет такое приблизительное количество баллов или потребуется приблизительно вот такая сумма денег для покупки этого продукта. Это уже планирование происходит. Следующий пункт, что вам для семьи необходимо. У мужа закончилась там зубная паста, пена для бритья подходит. То есть, вот здесь вот мы уже сразу составляем, что нужно, знаете, как купить срочно и важно, прям вот прям срочно. Что-то может подождать на потом. Все мы здесь формируем. Что можно точно продать? Вот я специально так написала. Почему? Когда я покупаю что-то себе и я хочу, например, пойти и продать и поработать с клиентами, то я чаще всего беру те продукты для продажи, которыми пользуюсь я сама. То есть, если у меня не получится продать или, например, моя клиентка или мои клиенты скажут, ой, ты знаешь, я вот тут в магазине купила, давай вот там попозже, то я здесь не расстраиваюсь, потому что это тот продукт, который нравится мне. Значит, получится, что мой план покупок просто он, ну как, отодвинется немножко на этот продукт. То есть, я себе его оставлю спокойно, со спокойной душой и сердцем. Поэтому мы покупаем, что точно вы продадите. Еще один момент, почему, что вы точно продадите. Когда вы пользуетесь каким-то продуктом, то вы однозначно любите этот продукт. То есть, он вам нравится по каким-то параметрам. Вы о нем можете рассказать. Знаете, как говорят, собаку на этом съела. То есть, вы о нем будете рассказывать с воодушевлением, что у вас помогло, где вам он помог, именно чем он вам понравился. А когда мы рассказываем свои эмоции, а не то, чтобы лишь бы продать, лишь бы кому-то что-то всучить. А свои эмоции, они работают на продажу. Когда мы рассказываем что-то вкусное, то человек хочет попробовать то же самое вкусное, что попробовали вы. И обязательно планируем в план покупок новинки. Конечно, мы не можем предвидеть, какие новинки будут потом, через несколько каталогов. Но вот сегодня я вам показала видео про новинки, и вы увидели мастер-класс. Конечно, не все видео вы увидели, но увидели частично, так как пришли попозже. Но в любом случае у вас, наверное, возник интерес и желание, может быть, или все эти продукты купить, или купить только часть. Поставьте мне плюсик, пожалуйста, у кого появилось желание купить данные продукты. Буду вам крайне благодарна. Поставьте плюс. кто смотрел и ему очень это сильно понравилось. Коллегой. Коллеги, вы здесь? Коллеги, вы меня слушаете? Вижу, пишите, ага. Ну вот я точно, когда посмотрела, не успела, понятно. Я, когда посмотрела этот ролик, я сказала, о, как я хочу, потому что это своего рода три шага, как у нас были три шага, как его, вот эти, которые микродермобразия, химический пилинг, и состерапия, практически это. Не куплю, показалось, что сложно для применения. Не, не сложно, Димитрина, не бойтесь. Это показывала Римма Корнеева, как делать косметический сеанс на человеке. На себе все гораздо проще, гораздо легче. Но я вот куплю однозначно, потому что я понимаю, что это очень шикарный продукт, привести себя очень быстро и не идти ни в какой косметический салон, чтобы хорошо почистить свою кожу. Вот смотрите, новинки обязательно планируйте, потому что, если вы не попробовали какую-то из новинок, под свой возраст, под свое состояние кожи, под свой тип кожи, или, например, у вас есть средства для мытья посуды, одно, а вышел другой аромат с другими, например, наполнителями, если вы не попробуете, вам не о чем будет рассказывать клиентам. Поэтому я иногда покупаю новинки, не все, а так вот по чуть-чуть, для того, чтобы ориентироваться в этом новом продукте. Для того, чтобы, если меня спросят, я могу рассказать, для того, чтобы я могла уже начать предлагать эти продукты. Поэтому новинки обязательно планируют свой список покупок. Очень рекомендую не смотреть на цену, на скидки. Почему? Объясню. С одной стороны, да, скидка – это круто. Когда есть супер-скидки на какой-то продукт, чаще всего многие набирают большое количество. Но если вы заметите тот момент, что когда вы берете по супер-ценам многие продукты, то у вас идут маленькие баллы. Сумма вроде бы, вы выплачиваете сумму большую, а баллы получаются маленькие. для дома все новинки покупаю. Для меня один раз дам как пробники. А, правильно, Димитрина, все верно. Смотрите, прошу прощения, что читаю так, плохое зрение, плохо видно. Смотрите, вот когда, например, так сбилось, смотрим мы на скидки, то вот, например, если мы ориентируемся на баллы, и мы действительно понимаем, что нам нужно сделать личный объем свыше 50 баллов для того, чтобы получать 26% скидку в следующем каталоге, или сделать свыше 100 баллов для того, чтобы быть в программе и получать подарки, то тогда для каждого из нас очень значительно необходимо, прям вот сильно необходимо именно сумма, которую мы выплачиваем каждый каталог, потому что или вы заплатите 7,5 тысяч, ну я в рублях говорю, или вы заплатите 15, ощутимая разница, огромная, поэтому, когда вы берете по супер скидкам и затариваетесь и полочки заставляете, то вам придется, приходится из семейного бюджета выдергивать гораздо больше денег, чем вы могли бы ну как вот вложить, то есть инвестиция в продукцию, которая необходима вам, она может быть намного ниже. Внимание, внимание обращаете именно не на скидки, а на уменьшение суммы заказа, то, о чем я вам говорю. Если вы видите, что, например, продукт по супер цене, но стоимость балла по 75 рублей, то есть полные баллы, берете смело, прям вот с удовольствием сразу же покупаете. Я очень люблю скидки, вот такие вот 50-60%, то есть я экономлю для себя, но я и не теряю в баллах, то есть моя сумма здесь очень выгодна для меня. Если, например, какие-то продукты идут, особенно средства для дома, по супер скидкам, да, что-то, может быть, я возьму по супер цене, но чаще всего я беру даже по обычной цене, потому что в данный момент, в данный каталог у меня, например, ограниченное количество денег, которые я могу синвестировать именно в свой личный объем. Если я, например, не поработала с клиентами, у меня нету заработка, а я понимаю, что у меня запланированы еще какие-то покупки, помимо Фаберлик, что-то мне продуктов там купить, праздник какой-то, то я корректирую свои заказы вот таким способом. Не берем по несколько штук себе, я прям вас заклинаю, не берите. Берете по несколько штук только в том случае, если вы понимаете, что за три недели вы используете эти несколько штук. Запомните, если вы за три недели не используете этот продукт несколько штук, не берите два, три, пять, не берите. Почему купить, вот я, например, показывала вам видео маленькое, короткое, что я накупила себе батончиков. Я осознанно накупила себе батончиков, потому что я понимаю, что как только они выйдут в свободную продажу для всех консультантов, их быстро-быстро очень разберут, и я просто потом буду говорить, ой, мне не хватило. Только лишь поэтому. Я беру по несколько штук иногда, когда я понимаю, что, например, наступают праздники, и у меня есть возможность моим клиентам предложить, и мне просто может не хватить, например, для клиентов. Тогда да. А если для личного пользования, для семьи, я беру одну штуку, и чаще всего, ну вот любого продукта, одну штуку, и чаще всего за три недели я ее не использую. Чаще всего я даже в следующем каталоге этот продукт еще даже не покупаю. А если, например, мы за один каталог накупили очень много, то чаще всего наши консультанты, очень многие, они в следующем каталоге вообще не делают заказы, потому что они затарились. Затарились, все, и живут спокойно несколько месяцев. Поэтому, знаете как, я вот когда, например, спрашиваю, а почему, говорю, вы не делаете заказ? Мне, например, консультант говорит, а мне ничего не надо. Я думаю, как так ничего не надо? Порошком я пользуюсь, зубными пастами пользуюсь, средствами для дома я пользуюсь. То есть самые необходимые какие-то вещи, шампунями я пользуюсь, декоративные ресницы я крашу. Я говорю, почему не надо? И я очень часто мне отвечают, ой, ты что, помнишь, я большой заказ делала? Я себе накупила выше крыши. Все. И поэтому консультант накупил, забыл и живет спокойно. Поэтому вот я рекомендую вам грамотно делать. Ориентируемся на потребности свои сейчас. Вот, например, на три каталога. Вот попробуйте. Шикарно получается, когда вы планируете покупку только на три каталога какого-то продукта. Вы увидите, насколько у вас освободятся огромное количество полочек. Вы увидите, насколько у вас будет больше порядок на ваших полках. А мы с вами говорим, что порядок на полках, порядок в голове. Вы увидите, что вам вот этот мешок, который огромный, вы скидали все туда, целую кучу просроченного, таких мешков выкинутых, денег на ветер не будет, потому что у вас все спланировано. Ориентируемся на те продукты, которые люблю сама. Я об этом уже говорила. То, что я люблю сама, можно взять там одну-две, потому что можно предложить клиенту запросто. Важно брать вот продукты, которые я люблю. Ну, не я, а вы. Получив заказ, обязательно заходим в магазин. Я себе выработала такую тактику. Когда я еду за заказом, я после этого с этим пакетом захожу в свой любимый магазинчик, в который я постоянно заруливаю, в котором я постоянно покупаю молоко, там хлеб, уже продавцы меня знают в лицо. Я захожу с пакетиком, я вам сейчас рассказываю, как я это делаю. Я захожу с пакетом, он такой большой, потому что я же себе много купила. И ставлю этот пакет на полку, на которой будут мне выкладывать продукты. Мне первое время говорили, что вы на пол не поставите? Я говорю, что я не могу на пол поставить. У меня в этом пакете средства по уходу специализированные. Если я поставлю на пол, я не хочу там грязь, мне нужно, чтобы это было в чистоте. И знаете, как интересно, вот как только я прихожу с пакетом, а продавцы меня уже знают, особенно если нету очереди, они говорят, а покажите, а что вы там взяли? И они начинают копаться в моем пакете. Я им достаю, я им показываю. То есть мы показываем знакомым продавцам, что купили себе. Мы держим с собой каталог. Обязательно нужно с собой каталог идти, потому что вы зашли в магазин. Точно так же можно зайти к подруге, например, в гости там на несколько минут, поболтать, задать ей какой-нибудь вопрос, и этот пакет перед ее лицом поставить. Вы не поверите. Вот серьезно. Чаще всего я же это себе купила, значит, я могу это открыть. Я спокойно это делаю. Я открываю флаконы, наношу на руку, беру мажу, даю понюхать, даю пощупать. Я когда вот притаскиваю такой пакет, очень часто из этого пакета или треть пакета, а то бывает и весь пакет, у меня сразу забирают. У меня есть продавец, который, если я приношу, я точно, когда покупаю себе парфюм, я захожу в магазинчик, она говорит, ой, дай понюхать. Я распаковываю эту коробку, при ней, что она новая, и я ей брызгаю на руку из этого флакона. Аромат тут находится. Я уйду, потом аромат там останется. Она руку нюхает и говорит, отдай мне, пожалуйста. Я говорю, а я? Она говорит, ну ты еще себе купишь, ну отдай мне, так подходит этот аромат. Я так продаю парфюм в легкую, очень в легкую. Или, знаете, как бывает, вы же каталог отдали, они говорят, ой, я бы хотела бы такой гель для душа, ну вот другой бы аромат. Можно мне другой аромат? Я говорю, да, вот давай посмотрим, вот в каталоге есть вот эти ароматы. Какое тебе нужно? То есть, получается, я пришла не продавать. Я пришла похвастаться, похвастаться, какую вкуснятину я себе купила. А когда вы хвастаетесь просто, что вы себе купили, то люди с вас не считывают, что вы пришли на них деньги заработать. Люди с вас считывают ваши эмоции, вашу радость, ваше вот это ощущение, блин, у нее есть, а я тоже хочу. И здесь срабатывает, или вы продаете тот продукт, который купили себе, и тут получается очень хорошо, если у вас два, например. Но иногда бывает, что оба два забирают, потому что там два продавца, и еще и третий просят. Второй момент, вы отдаете каталог, и люди дополнительно в этом каталоге смотрят, потому что они уже эмоции ваши поймали, и вы, получается, что у вас появляются новые клиенты. И не боимся, не стесняемся, бывает иногда, она говорит, дай мне этот парфюм, я говорю, я не могу, это у меня для клиентки конкретный заказ. Она говорит, а я? Я говорю, ну хочешь, я тебе принесу через три дня. Она говорит, а можешь? Я говорю, могу через три дня, потому что я понимаю, что если я сегодня закажу, например, через три дня будет поставка. То есть я подруливаю, или три, или четыре дня, я говорю, могу через три дня, хочешь? Хочу. Я говорю, потому что я клиентку обижу, будет обидно. Мы с ней планируем конкретный день, когда я приду, она меня конкретно ждет, она конкретную сумму записывает через каталог, и я прихожу, сразу отдаю, и деньги сразу забираю. И получается очень легкая, вообще безнепринужденная продажа, и продажа, причем на очень хорошие объемы. Но еще в придачу вы оставляете здесь каталог, и они еще смотрят, и еще вам дозаказывают. Вот такой момент. Давайте перейдем. И здесь получается, что с одной стороны вы планируете свои покупки, а уже происходит, что план продаж у вас происходит. Давайте следующий слайд. Шаг третий. Совместные покупки. Я знаю, что очень многие боятся клиентов. Очень многие боятся пойти к людям и завести себе клиентов. Не так посмотрят, не так это. И говорят, я не могу сделать личный заказ, не могу по фибролик-клубу получить бонусы, потому что у меня нерегулярные заказы. Тогда я им предлагаю, я говорю, давайте будем делать совместные покупки, ну не со мной, а вы делаете совместные покупки со своей семьей. Во-первых, вы планируете план покупок для своей семьи, для мужа, для детей, там, для внуков, для мамы. Совместная покупка очень хорошо работает. Итак, какие же бывают вообще совместные покупки, или только покупка без продаж, например, бывает совместная покупка. Это когда вы приобретаете себе полный комплекс, например, по уходу за лицом, или за телом, или для волос, полный комплекс. Старайтесь покупать не один продукт из серии, а старайтесь покупать комплексом. Когда вы покупаете комплексом для себя какие-то продукты, из конкретной серии, то вы эффект видите гораздо быстрее, что на коже, что на руках, что для волос, что для тела. Когда вы покупаете один продукт, только лишь попробовать, у вас получается, ну да, ну прикольно, ну хорошо пахнет, ну приятно для лица, но эффекта, который должен сработать именно от комплекса, у вас такого эффекта не происходит. И ваши эмоции недостаточные для того, чтобы вы рассказали своим подругам, клиентам, у вас они недостаточны. Своим детям. Старайтесь покупать точно так же полные комплексы по уходам, чтобы эффект был гораздо быстрее. Ваши детки вам скажут спасибо. Мужу старайтесь покупать полные комплексы. Но здесь вы, да, регулируете. Например, он не пользуется бальзамом после бритья, но он пользуется лосьоном после бритья. Или есть мужчины, которые с удовольствием брызгают одеколон на лицо. Ну вот такая у них, такой свой бзик. Никаких проблем. Кто-то не использует бритву, которая небезопасна, а, например, вот бритва, которая электрическая. Им гель для бритья, пена для бритья вообще никуда не уперлась. Зачем им покупать? Ну вот, например, шампунь, потом дезодорант, потом, например, гель для душа, плюс к этому там какую-то зубную пасту. Конкретно для мужчины составляйте комплексы. Тогда эффект будет лучше, ваш мужчина будет здоровее, красивее выглядеть. Для дома, для семьи полный список. Вот помните, я вам говорила, когда вы будете формировать то, что вы будете выкидывать, а что оставлять, вы будете составлять список, и вы будете четко, знаете как, вот когда вы первый раз делаете вот этот список, то когда пройдет, например, месяца два или три, вы увидите, что некоторые продукты вы покупаете зазря в таком количестве. Они у вас используются гораздо реже. То есть, возможно, один раз в квартал, и вы на них не будете тратить денег, хотя вам казалось, что вы им пользуетесь вот прям, ух, регулярно. Я, например, у меня два кота. Есть средства, которые универсальные для пола, для мебели, для уборки, для дома. У меня эти средства, я их покупаю, честно вам скажу, каждого по три штуки. Почему? Объясню. Во-первых, я действительно использую для того, чтобы поверхности все протереть, диваны там, столы, четырехкомнатная квартира, и у меня много уходит. Это раз. Второе я использую для мытья полов, это два, а третье у меня два кота. И горшки я им мою, именно этим средством заливаю. Естественно, вот эти средства у меня уходят в гораздо большем даже количестве, чем средства для унитаза. Потому что там один унитаз, и достаточно, например, вот он очень быстро, хорошо чистит, и он очень долго держит вот эту чистоту. Поэтому вот здесь вот, составляя первичный список, когда вы начнете выбрасывать, вы уже потом увидите, какие продукты вам покупать гораздо реже, и план у вас будет другой. Подарки. Подарки – это особый такой вид совместный, ну, то есть беспродаж, когда вы понимаете, что у кого-то какой-то день рождения, или какие-то праздники грядут. Вот, например, сейчас у меня совпадает 8 марта, у нас у всех будет, у девочек 8 марта, и новоселье моей сестры. Я понимаю, что я ей подарю подарок на 8 марта, но я уже запланировала и купила подарок для новоселья. То есть вот эти вот подарки на определенные праздники, дни рождения, вы уже планируете, и вы можете прям, знаете, как в этом списке, который план вы на год делаете, у вас расписано каждый каталог. У нас же есть вот, например, по каталогам календарь. Вот так же вы планируете, так, у меня у сестры день рождения тогда-то, вот туда нужно запланировать ей подарки. У племянницы тогда-то, у мамочки тогда-то, у детей тогда-то. Вот, и вы уже здесь планируете, у вас уже часть личного объема полностью формируется, потому что там есть праздники. Новый год, 8 марта, 23 февраля. Вы планируете. И акции своим консультантам. Когда вы объявляете, если у вас есть команда, и вы пришли строить бизнес, то запланируйте обязательно акции своим консультантам. И очень хорошо, если вы будете дарить подарки именно из Фаберлик. Почему? Объясню. Потому что ваши консультанты, которые пришли в компанию, они все равно не всеми продуктами пользуются. Это раз. Второй момент, вы можете подарить что-то такое, новиночку какую-нибудь. Вы как вип-консультант можете уже купить эту новинку. И вы можете уже подарить этому человеку новинку, он уже попробует новинку. И сможет купить себе что-то. Уже, знаете, как свой план покупок, он закинет, уже себе запишет этот продукт, потому что ему понравится. Покупка плюс продажа. Когда вы планируете покупку для продажи. Здесь мы смотрим список выше, потому что если у вас есть постоянные клиенты, их лучше фиксировать именно в отдельную тетрадку, чтобы вы понимали, сколько у вас клиентов. Если вы составите картотеку на каждого клиента, тогда вы будете четко понимать, вам не нужно запоминать, что он покупал, что у него заканчивается, что вы же знаете по себе, вы же видите по себе уже, когда вы план покупок составляете, и то, что выкинули, вы понимаете, ага, крем, крем для лица, например, он от трех до пяти месяцев. Его хватает на три-пять месяцев. Ага, у вашего клиента уже скоро закончится крем для лица. Вы можете ему позвонить, сказать, солнышко, Татьяна, Танечка, у тебя там крем заканчивается. Она скажет, какая ты умница, ты прям за мной следишь. Да-да-да, мне нужно такой крем, или я хочу попробовать другой. То есть здесь очень хороший контакт, постпродажное обслуживание происходит. Вы уже с клиентами работаете, как со своими очень любимыми, близкими, друзьями. Родственники. У ваших клиентов есть родственники, муж, там дети, и вы чаще всего записываете, когда она покупает себе, вы понимаете, она купила мужу, она купила ребенку. Точно так же вы можете отследить, когда что заканчивается. Например, пенка для умывания, ее хватает порядка на 6-8 месяцев. То есть она очень экономичная. То есть, соответственно, 6-8 месяцев предлагать пеночку своему клиенту смысла нету, постоянному клиенту. Но и здесь можно предложить клиенту, то есть тот, который с вами на продажу вы идете, вы можете предложить. Давай ты вот предложишь каталог своим родственникам, своим подругам, а я, например, тебе подарю подарок. Если ты соберешь заказов, мне, например, вот на такую-то сумму. Если соберешь заказов на полторы тысячи рублей, вот такой-то подарок я тебе подарю. А из нового, например, каталога, новиночку. Если соберешь на две тысячи, вот такой-то подарок. Если на пять тысяч, то там вообще я тебе парфюм подарю. То есть вот здесь вот, если вы регулируете вот эти совместные общения с клиентами, которые не хотят регистрироваться, то здесь вы будете зарабатывать очень хорошие деньги и, соответственно, накапливать себе эти деньги и уже не будете затрачивать свои деньги из семейного бюджета для своих покупок. Теперь смотрите. Заказы по каталогам – это по способу работы в трех метрах, там, где вы находитесь. Работа, магазин, детские сады, школа, больницы. В песочнице я здесь не углубляюсь, я об этом очень часто рассказывала. Видео у нас таких обучающих огромное множество. Знакомые, соседи, подруги и рекомендации. И еще хочу обратить внимание. Могут быть совместные покупки с вашими близкими родственниками. Например, у вас есть сестра двоюродная, которая категорически не хочет регистрироваться. Ну, не хочет она регистрироваться в UberLib. Ну, поделитесь с ней возможностью покупки, например, продукции по сниженной цене. Ну, то есть вы можете, например, ей или отдавать по своей цене своей родственнице или родственнице, не по другам, подруг всех регистрируем или только по каталогу. Родственникам можно, близким, родственникам, сестре, родной, там, двоюродной, маме, можно делать совместные покупки. У меня есть консультанты, которые вместе с сестрой и со своими детьми они делают совместные покупки в каждом каталоге 80-100 баллов в легкую. Они просто вместе покупают на один номер. Я здесь не лезу, не мешаю, это их право, это их выбор. Но иногда вы можете делать совместные покупки, например, со своими какими-то очень близкими друзьями, которые хотят продавать, например, они готовы продавать, но не хотят регистрироваться. Тогда я делаю просто им небольшую скидочку, чтобы у них была небольшая маржа с этих продаж. Они продают, имеют совсем немножечко маленькую прибыль на свои покупки, а часть денег все равно остается у меня в кармане. Продажи быстрые деньги. Это когда вы осознанно идете и работаете. Это когда вы раздаете от 10-20 каталогов, а то и более, когда вы конкретно собираете именно сбор клиентов от 10 человек и более, когда вы нарабатываете новых клиентов, когда вы целенаправленно идете. Многие не идут в эту категорию работы с клиентами бояться. Бояться не нужно. Попробуйте вот таким способом, как я вам предложила. Ну там вот пошли, показали, поговорили и продали. Когда вы научитесь запросто разговаривать вот с клиентами, вот которые знакомые через знакомых, то вы в легкую потом начнете раздавать каталоги. Если вы, конечно же, хотите зарабатывать крупные деньги с продаж, то это однозначно работа с 10-20 каталогами, а то и более. Есть такая тема, работа с 10 каталогами, я не буду ее вам рассказывать, это отдельная тема. Работа по рекомендациям. Например, у вас есть клиент, ему все нравится, он прям счастлив. Попросите у него, чтобы он вам дал рекомендации, вас порекомендовал своим знакомым. Это карты, это розыгрыши, это какие-то акции. Акции «Приведи друга». Тут можно использовать огромное множество. Но это не тема этого вебинара, это отдельная тема рекомендаций. Корпоративные заказы, продажи, комплексы и многое другое. Коллеги, если нет вопросов, вот поэтому, если есть, задайте, я буду двигаться дальше, потому что время идет, а я еще не закончила. Есть ли у вас вопросы по данному разделу, который я вам дала? Коллеги, есть ли у вас вопросы? Я просто тараторю и, простите, очень быстро, чтобы, ну, все-таки вас долго не держать, но чтобы у вас был материал, который вам пригодится в дальнейшем. Спасибо большое за ваш ответ. Шаг четвертый – это продажи. Сейчас мы с вами поговорим про продажи. Сейчас компания сделала шикарнейший онлайн-каталог. Я говорю не про флеш-каталог сайта, хотя его тоже можно использовать, но там ваш клиент или ваша подруга может уйти и зарегистрироваться совсем не к вам. То есть они начинают ходить по сайту, нажимают «Войти», нажимают, им предлагают зарегистрироваться, и они уходят от вас, клиенты. Сейчас компания сделала шикарнейший онлайн-каталог, который не ведет на сайт, который точно такой же, как бумажный, только онлайн, где ваш клиент или ваша знакомая нажимает на «Смотрит», что-то понравилось, нажала на «Плюсик», и там внутри где-то формируется список его заказов. А потом, когда она понимает, что все, она уже заказ сформировала, то есть набрала то, чего ей нужно, он более большой, он более комфортный, он более вообще классно смотрится, все вкусно написано, и не нужно никуда ходить, просто достаточно нажать на «Плюсик». И потом она уже говорит, нажимает «Передать», то есть сформировать заказ, и ей предлагают вариант переслать ее список заказа, и предлагают «Ватсап». Если вы этот онлайн-каталог вышлите через «Ватсап» своему клиенту, то она однозначно, когда зайдет в «Ватсап», посмотрит из списка своих знакомых, кто у нее есть в «Ватсапе», найдет вас, нажмет на вас, и вам придет конкретный список с количеством продуктов, которые она выбрала. Получается, она никуда не ушла, вы работаете с ней. Если это человек в вашем городе, то вы запросто сформируете этот заказ и привезете ей этот заказ в пакетике, подарочек подарите. Но вам не нужно ходить с каталогами, если вы вздрагиваете и боитесь, что вдруг вы не так одеты, не так накрашены, не то сказали, не то смогли. Шикарная возможность работать, сидя дома, благодаря этому онлайн-каталогу. Главное, чтобы у человека был мессенджер или Телеграм, или Ватсап. Лучше, конечно, Ватсап. Но в любом случае, я даже отправляла такой онлайн-каталог на электронную почту. Я отправляла такой же онлайн-каталог через соцсети, через контакт в личку. Она там смотрела, потом мне присылала Ватсап. Да, это круто. Но еще бы сделали для нас, а не только для ВК. Хороший момент. Я поняла, Танюш. Дело в том, что предложение по добавлению разделов для рассылки, да, оно вынесено. И это ведь только чьи номера телефона есть. Ну да, конечно, есть такой момент. Но в любом случае, я говорю, что вынесено это предложение по этому онлайн-каталогу, потому что компания не понимала, они сделали, но не понимали, нужно нам это или не нужно. Поэтому дорабатывать можно любой продукт, любое вообще вот такое вот возможность. Сейчас он есть. Находясь дома, находясь у компьютера, находясь на телефоне, вы можете своим клиентам, 10 у вас, 10 отправить онлайн-каталог. И какие-то свои рекомендации. Посмотрите на такой страничке, то-то, то-то. А вот на этой страничке ваш продукт со скидкой. И она сможет листать по страничкам и найдет очень запросто. И обычная работа, когда мы работаем через мастер-классы или другие способы, когда мы работаем. Но еще есть такой момент. Вот этот онлайн-каталог, если это находится человек в другом городе и в другой стране, то в данной ситуации вы можете отправить онлайн-каталог, она вам вышлет заказ. И когда вы увидите большой заказ от этого человека, вы можете просто предложить конкретную регистрацию этому человеку. сказать, слушай, ну ты можешь сэкономить. Вот пока я тебе буду отправлять почту, оно придет неизвестно когда. А тут ты можешь уже получить со скидкой. Первое, со скидкой с 20% раз и уже через 3-4 дня. Второе, ты сможешь получить уже именно там, где тебе удобно, а не бегать на почту и стоять в очереди и смотреть, когда же это придет к тебе. И третий момент, ты еще и подарок от компании получишь. Человек говорит, о, да, круто, давай. Потому что, вы говорите, паспортные данные не нужны. Адрес твой точный не нужен, достаточно города. Все. Фамилия, имя, отчество, сотовый телефон, электронный адрес, день рождения нужно. И просто город проживания. Даже если ты город мне не скажешь, все равно в любом случае, тебе это придет в течение 4 дней. И я сэкономлю деньги на пересылку, ты сэкономишь деньги на пересылку, а еще экономия минус 20%. У меня так очень многие согласились вот на этот онлайн-каталог, среагировали именно на регистрацию. Это я вам вот такой опыт рассказала. Но мы учимся все-таки зарабатывать. Заводим отдельный кошелек. Почему? Объясню. Когда вы идете на продажи, когда вы начинаете работать с клиентами, заводим отдельный кошелек. Не тот кошелек, которым вы пользуетесь регулярно, а отдельный. Возможно, это будет кошелечек, возможно, это будет конвертик, возможно, это будет пластиковый какой-то конверт. Первое. Откладываем прибыль в этот конверт. Вот, например, получили деньги, есть сумма, которую вы должны заплатить за заказ, и есть сумма, которую вы получили в прибыль. Вы ее откладываете в этот конверт. Вы откладываете копите на свои покупки. Второе. Вначале оплачиваем из этих денег свои заказы. Вначале так делаем. И получается здесь уменьшение забора из семейного бюджета. То есть если вдруг мужья вам высказывают, а я опять попросила денег на заказы, то здесь вам никто ничего не скажет, потому что вы уже часть денег из прибыли будете оплачивать заказы. И у вас будет компенсация. То есть вы купили что-то себе, семью, или часть оплатили, или оплатили полностью свой заказ, который вы взяли для семьи. Второе. Ой, третье. Впоследствии начинаем копить на мечту. Как только вы увидели, что у вас остается сумма денег достаточная, то есть вам хватает и на оплату заказов, вы уже не просите и не берете из семьи, вы уже видите, что у вас даже остается какая-то сумма приличная, то есть он прям, ага, он здоровеет, этот кошелечек. Кстати, на этот кошелечек можно сделать ту методику, которую нам давала Дарья. Помните, когда мы активировали денежные потоки, вот можно взять этот кошелечек и прямо на эту сумму денег активировать еще денежный поток, чтобы мы еще больше зарабатывали, но он начнет копиться еще быстрее. И здесь мы можем копить на мечту, может быть, на мелкую вначале мечту, например, на саподики, как у меня бабушка говорила, не сапоги, а саподики. То есть хотите вы купить сапоги, которые стоят, например, 5, 7, 10 тысяч, копите на сапоги. Хотите вы, например, купить себе, например, микроволновую печь, копите на микроволновую печь. Значит, запланируйте свою какую-нибудь маленькую мечту, такую не очень дорогую, но чтобы прилично, и прям копите на нее. Четвертое. Оставляем неприкосновенный запас. Кстати, про этот кошелек. Когда вы, например, выдернули из этого кошелька деньги на оплату накладной, то желательно, чтобы вы вернули эти деньги, которые вы выдернули туда. То есть старайтесь все-таки возвращать то, что вы взяли с этого кошелька. Тогда накопление у вас увеличится в разы. Когда вы начнете это делать, вы уже отрегулируете этот момент, и вам будет гораздо проще. Четвертое. Оставляем неприкосновенный запас. Вначале маленький, всего 10% от прибыли. Потом увеличиваем, откладываем процент. Когда вы увидели, что в вашем кошельке прибывают деньги, вы видите, что купюр у вас стало гораздо больше, то есть сумма купюр больше. Вот оттуда 10% в отдельный какой-то конверт на следующую мечту. Вначале 10%, потом, если вы видите, что накапливается прилично, можете откладывать гораздо больше на большую мечту. Это, знаете как, своего рода банк в вашем кармане. Ваш банк личный. Не в банку мы складываем, а в конверте. Создаем совместные покупки заинтересованными знакомыми. Я вам уже об этом говорила, но здесь я решила вам в процентах написать. Первое. У вас скидка, например, с 50 баллов 26%. Соответственно, вы можете отдать, например, близким своим 15%, а у вас будет 11%. Это ваша прибыль. Даже если вы делаете просто совместные покупки и не продаете, например, по клиентам, то даже здесь у вас в этот кошелек откладывается 11% от совместных покупок. Тоже прибыль. То есть еще один вид дохода. Третье. У вас есть фабролик-клуб. Когда вы делаете заказы, то регулярно каждый каталог их оплачивает, у вас копится фабролик-клуб. Если вы делаете заказы на большую сумму, на 50, на 100 баллов, то из этого фабролик-клуба вы можете получать деньги. Я, например, коплю на дорогие продукты для себя любимые. Вот я сейчас купила за 1 рубль остеоденос. Вы, но очень многие продавцы, когда нужно зарабатывать с продаж, очень хорошие деньги получают именно с фабролик-клуба. То есть вы покупаете там за рубль, берете, меняете бонусы на это, на продукцию, а получаете, когда продаете этот продукт, например, клиентка вам заказала гель для душа. У вас есть фабролик-клуб. Вы можете взять из фабролик-клуба этот гель для душа. Вы получаете полную прибыль. Стоимость каталога минус рубль. То есть у вас прибыль еще выше в разы. То есть полная стоимость, понимаете? Поэтому это тоже можно очень хорошо зарабатывать. А с фабролик-клуба вы можете 15%, если даже своим отдадите, то остальную сумму также себе заберете. Очень здорово. Четвертое. Найдите клиентов, предложите карту акционную на покупке ни одного продукта. Об этом была тема, как работать с картами. Я здесь не буду говорить, потому что это долго займет время. Но можно есть у нас карты. Если кто не знает, я знаю, что новички у нас не знают по картам, напишите мне в личку, я вам сброшу эти карты, как они работают, и видео подброшу, как работать с этими картами. То есть тогда у вас будут комплексами покупать. Раздайте каталоги, начните зарабатывать. Прям всем рекомендую. Не бойтесь этого. Люди ищут консультантов. Если у вас пятеро человек сказали вам нет, то из пятерых человек один скажет да. Из десятерых однозначно двое скажут да. И обязательно у вас что-то купят. Берите массово, да, нет, следующий. Не бойтесь, они вас не укусят. Второе. Берите рекомендации у своих клиентов обязательно. Появятся новые клиенты, которые влюбятся в продукты, будут счастливы у вас покупать. Учитесь зарабатывать. Когда вы начнете, научитесь зарабатывать, потом вы будете это делать запросто, в легкую, без напряга. Вы будете говорить направо и налево, где бы вы ни находились, о Фаберлик. Вы направо и налево будете продавать, даже если у вас каталога нет. У меня сейчас, знаете как, я, например, Викиум сейчас продаю, знаете как, я просто рассказываю, как я поиграла в этот Викиум, как я развлеклась, как мне это все понравилось. Я говорю, ой, я вот сейчас вам расскажу, ой, я когда, мне особенно нравится игрушка, где нужно играть в две руки. Я играю в две руки, и я понимаю, я аж прям кричу на всю комнату, кричу, ааа, потому что у меня здесь слева падает, а я не успеваю. А справа, я как ребенок прям вот играюсь. Я говорю, это так здорово развивает, и левое, и правое полушария одновременно. Я говорю, а еще я играю в игру на математику. Я сейчас в легкую умножаю в уме, без калькулятора, то у нас у всех мозг калькуляторами забит. Я прибавляю в уме, я отнимаю в уме, я делю в уме. Мне так это нравится, вообще прям вот кайф. У меня калькулятор не нужен мне. А еще мне нравится, что я понимаю, что у меня быстрая очень скорость мышления. Это благодаря Викиуму, я поняла, что я очень быстро реагирую. А так как я играю в эти игрушки, и развиваю свою скорость мышления, то я сейчас стала мыслить еще быстрее. Видите, я аж быстрее заговорила. А еще есть там очень классный такой продукт. Я очень неграмотна, честно, я очень сильно допускаю ошибки. Это просто катастрофа. Запятые ставлю запросто, ошибки допускаю. А там есть клевая программа, как не допускать ошибки и по-русскому хорошо писать. Вообще, как мне это помогает. Какая это прелесть, вот эта игрушка. Ну, я вот просто поймала один момент, что у меня, оказывается, пространственное видение страдает. Я думала, что оно у меня хорошо работает. Это я вам рассказываю, как я рассказываю просто своим знакомым. Там есть две такие, показывают две формы игру. Две формы. Нужно в уме их соединить вместе, какая фигура получится. И нужно выбрать именно эту фигуру и нажать. Я говорю, я выбираю, как мне кажется. А мне говорят, нет, неправильно. Я аж прям злюся. Когда я начинаю вот так вот рассказывать про Викиум, я сегодня, ну, я не клиентам продавала, а знакомым рассказывала. Я даже скажу вам, а-ля, по секрету, я сегодня рассказывала директору по продажам Урала. Она сказала, Таня, ты мне продала Викиум. Я пошла покупать себе Викиум, мне это надо. Когда вы рассказываете просто про себя, про свои эмоции, человек у вас покупает моментально. Поэтому ищите клиентов и рассказывайте. И раздавайте каталоги. Кому Викиум продала? Кому Викиум продала? Кто хочет уже Викиум купить? Ой, как мне нравится в эти игрушки играть. Получается, ребенком себя чувствуешь. Мне это такая, это такая прелесть. Особенно, знаете как, чем он хорош? Говорят, после 35 лет мозг начинает, знаете, как превращаться в ребенка. Чем старше мы, тем мы больше ребенок. Побежала покупать, понятно. Спасибо, Альбин. Просто мы, мозг у нас устаревает, он устает от большого количества информации, от того, что нужно удержать в голове. Иногда я вот так сажусь и думаю, что я хотела, что хотела, что хотела, не помню. И так у меня раньше было очень часто. Как я полгода играю Викиум. Мы не знали просто, что Викиум будет у нас фаберлик. Я просто полгода играю Викиум. Но это не значит, что я целый день играю в эту игрушку. Утром я встаю 15-20 минут, заряжая свой мозг позитивом, энергией, заряжая свой мозг вот на продуктивную деятельность, потому что больше игрушек мне не дают. Каждый день дают несколько игрушек, конкретно под меня подобранных, конкретно вот, например, у меня то, что не получается, мне студируют эти игрушки. Следующая подборка. Игрушек идет конкретно под меня, под мое устройство мозга. То есть там сидит конкретная программа, разработанная МГУ конкретными учеными, которая видит, где я, извините, а-ля дура, где я, извините, вообще тупая, как пробка, а где я такая, йоха, умничка. И мне следующую программу на следующий день дают не там, где я, йоха, умничка, а они мне дают, вот там, где я, йоха, умничка, мне дают на усложненную какую-то игрушку. А там, где у меня тупо ничего не получается, они мне долбят разными игрушками, чтобы мне сдвинуть меня с мертвой точки. И вот это так вот полгода. Я кайф ловила вообще полный. Я начала понимать, что у меня мозг стал намного лучше работать. Поэтому покупайте Викиум. Пятый шаг. Как делать 50 и 100 баллов? Ну, я все-таки про 100 баллов говорю. У нас настолько огромный ассортимент, у нас такое огромное количество линеек, продукта, которые можно купить, которые можно предложить. Когда вам клиенты говорят, мне ничего не надо, я задаю каверзный вопрос, а не надо чего? Потому что, знаете как, это из прошлого и из бывшего СССР. Мне ничего не надо, у меня все есть, слава КПСС. Вот это вот из того анекдота. Потому что не может быть человеку, ничего не надо. Когда у меня мама говорит, мне уже ничего не надо, мне 85 лет скоро умирать, я говорю, правда, мама, то есть ты кушать тоже не будешь? Он говорит, ну как так, мне нужна еда. То есть ты стирать не будешь одежду? Ну как так, я буду. И когда я задаю такой каверзный вопрос клиентам или своим подругам, они говорят, мне не нужна косметика. Я говорю, косметика для дома, косметика для волос, косметика, которой ты накрасишься, косметика, которая для тела, или косметика для лица. Она говорит, подожди, 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 ты меня запутала. И чаще всего это возражение, мне ничего не надо, у меня все есть, слава КПССов, оно сразу же уходит. Я говорю, а одежда тебе нужна? Красивая, стильная. А парфюмерия тебе нужна? Вкусная, французская. А средства для дома тебе нужны? А биодобавки тебе нужны? И я начинаю предлагать другую линейку, которую человек хочет купить. Чаще всего я предлагаю средства для дома, потому что средствами для дома пользуются каждый. Каждый. Ни одного человека не знаю, кто бы не стирал. И вот здесь я рассказываю о преимуществах наших средств. И для этого, коллеги, я вам рекомендую обязательно посмотреть все видео, которые есть, почитать всю информацию, купить брошюры для того, чтобы разбираться в этом. Особенно лучше, когда вы этим пользуетесь. Итак, смотрите, как делать 100 баллов в легкую? Как формировать заказы? Первый путь. Продать или купить, или продать, или купить себе программу Викиум. Если вы покупаете себе программу Викиум, вот о которой я рассказывала, которая в полгода играю, за 5000 вы покупаете на год себе программу, конкретно для своего мозга. И она сразу вам дает 80 баллов. Если вы продаете человеку эту программу, то есть у вас есть подруга, которой очень нужна эта программа Викиум, вы можете ей продать, сказать, вот 5000 с тебя, я тебе даю доступ к этой программе. Потому что как только вы покупаете вторую или первую программу, не купив себе, но вы покупаете одну программу Викиум за 5000 для своей подруги, то здесь вы уникальнейшим способом экономите 5000 на 80 баллов. А если бы вы брали продуктом, вы сразу экономите намного больше денег. Если бы вы брали по 100 рублей за 1 балл, то вы экономите 8000 для того, чтобы сделать. Вы подруги, для нее покупаете этот Викиум, вам дается код, определенный приходит в СМС, вы этот код отдаете подруге, она заходит по этому коду в эту программу, она вносит там свою электронную почту и уже спокойно ей на электронную почту приходят все вот эти курсы и уже Викиум от Фаберлик общается с ней индивидуально в течение года. И она играет в эти игрушки, развивает свой мозг. А вам, первое, 80 баллов личный объем, второе, вы не платите эти деньги, потому что подруга вам 5000 отдала. Это раз. У вас остается всего 20 баллов до 100, которые вы можете доделать. Это вы можете сделать себе продукции, набрать то, что мы с вами сформировали, когда ревизию провели 20 баллов. Это вы можете на 10 баллов себе по ревизии купить продукты, а на 10 баллов купить себе курс, который стоит всего 400 рублей. И у вас получится. Давайте посчитаем в среднем. 10 баллов по 100 рублей, даже по скидкам. 10 баллов по 100 рублей. Стоимость одного балла. Сколько вы затратите денег? Сколько вы инвестируете денег из своего личного бюджета? 10 баллов, умноженное на 100 рублей. Сколько? Коллеги, давайте, включайтесь. 1000, правильно. 1000 рублей вы заплатите за продукцию, вы синвестируете. 10 баллов стоит 400 рублей покупка курса. 1000 плюс 400, сколько получается? Пишите быстро. 1000 плюс 400, сколько получаете? Сколько? Сколько? 1400, конечно. То есть вы заплатили 1400 рублей, и у вас 100 баллов в кармане, потому что остальные 80 сделала ваша подруга или ваш клиент. Могу вас обрадовать. Сегодня я общалась с главным человеком, который эту программу, фаберлик именно продвигает, и он сказал, что сейчас они пока не могут добавить стоимость разницы с продаж этого курса, потому что пока его нет в каталоге, планируется где-то во втором квартале года, он появится официально в каталоге, и тогда он уже в каталоге будет с прибылью, с продаж. То есть вероятнее всего это будет 20%. То есть каждого Викиума вы еще будете зарабатывать по 1000 рублей. Продали Викиум? 1000. Продали 10 клиентам Викиум? У вас десятка в кармане. То есть Викиум можно продавать сейчас, можете набросить, но в любом случае вы уже можете компенсировать вот эту разницу, клевую разницу для себя в личный объем, сделать 100 баллов. И своим консультантам можете это рассказать. Второй путь. Купите курс, обучающий за 2000, где потрясающие видео, которые действительно полезны. Сейчас новыми уроками там пополнились. 2000 за 50 баллов. И вам останется всего сделать 50 баллов на продукции. Вы можете здесь еще курс какой-нибудь докупить, но вы можете поработать с клиентами и 50 баллов заработать. То есть вы что-то себе, что-то на совместных покупках, то, о чем я вам сегодня целый день рассказывала. И 100 баллов у вас в кармане. Третий путь. Покупаем себе комплекс продуктов и предлагаем этот же комплекс продуктов, которые вы купили себе нескольким клиентам. То есть купили вы, сделали ревизию дома, составили список, который вам необходимо купить в этом каталоге, например. Купили, и этот же комплекс один в один написанный, предлагаете своим клиентам. И расписывайте. Себе взяла порошок, потому что мне нужно вот это, вот это он мне помогает там-то. Вот это средство я взяла, как я вам рассказывала сегодня, у меня два кота, и поэтому мне нужно три. У тебя тоже есть кошка, рекомендую взять два. Вот это вот для унитаза, тра-та-та-та-та. А вот это вот средство мне нравится, ой, так пахнет, 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 пахнет. А вот этот вот крем, вот этот комплекс кремов, ой-мой-мой-мой-мой-мой, вот эта новиночка чистка-таржета. И вы рассказываете этот комплекс, который вы купили себе. У ваших клиентов слюни будут течь, и вы несколько клиентов вы обеспечите этими продуктами. И, соответственно, 100 баллов вы сделаете прелесть в легкую. То есть в ЯКЮ можно покупать не один раз. Нет, вы можете... Нет, Альбина. Хотите, хотите, хотите просто-напросто сделать группу, личный объем 800 баллов. Личный объем 800 баллов. Нет у вас пока консультантов. Сделайте личный объем 800 баллов. Первое. Личный объем 800 баллов на продаже Викиума. 10 нашли клиентов, которым вы продали по 5 тысяч. Даже если вы не заработаете с каждого Викиума, вы заработаете 800 баллов личного объема. Первое. Это в ВИП-программу вы включились. Второе. Именно в мультиповар вы включились. С 800 баллов вы получите 800 умножить на 60 и умножить какой-то процент 800 баллов, коллеги, по маркетинг-плану. Какой процент 800 баллов по маркетинг-плану? Напишите мне. Кто знает? Кто знает, сколько 800 баллов? 9. Умница. Смотрите. Вы 800 умножаете на 60. Это стоимость одного балла в расчете дохода от компании. И умножаете на 9%. Кто мне первый посчитает, сколько вы получите от компании за то, что вы сделали личный объем? 800 баллов. Кто? А если те, которые уже в ВИП более трех каталогов, то они еще и получат 10% за 700 баллов в объемную скидку, то есть кругленькую сумму к своему доходу от компании. Кто готов посчитать? Я с вами вместе быстро посчитаю. Тоже здесь. Кто вперед? Кто вперед? Тому 50 рублей ложу на телефон. Кто вперед? 800 умножаем на 60 и умножаем на 9%. Кто вперед мне посчитает, тому положу 50 рублей на сотовый телефон. Я уже посчитала. Есть такие или нет? Хорошо, не хотите 50 рублей, скажу вам. Вы заработаете от компании 4320 рублей, только продав, например, 10 Викиумов. Представляете? А если вы их продадите еще и за 6000, то заработаете разницу с продаж именно 1000 рублей, заработаете еще десятку. Итак, четвертый путь. Работаем с каталогами, как я вам говорила выше. Проводим мастер-классы. На них тоже можно дополнительно зарабатывать. Во-первых, можно делать мастер-класс за 100 рублей, льготный косметический сеанс. Сколько клиентов вы приведете на мастер-класс, столько вы заработаете денег. Это первый момент. Второй момент. Когда вы делаете мастер-классы, то ваши клиенты обычно покупают комплексами, потому что они видят эффект именно, когда вы нанесли именно комплексом. И формируете продажи комплексами для клиентов. Об этом мы сегодня очень много говорили на собственном примере. Важен не тот путь, который вы выберете, а важен тот результат, к которому вы придете. У вас должна стоять цель. Каждый каталог не менее 100 баллов личного объема. От 100 баллов личного объема. Ваша цель должна быть. Ваши консультанты, вы должны им рассказать, что есть такая возможность. И зарабатывать все, что я вам сегодня говорю. Как грамотно формировать заказы. И чтобы они точно так же вместе с вами включились в мультиповар. Хочу сказать так. Этот каталог первый, но он и самый важный. Те, кто пропустят этот каталог для включения на мультиповара, не факт, что компания в следующем каталоге даст такую возможность. В прошлый раз на пылесосы не было такой возможности. Поэтому включайтесь в этом каталоге. Делайте в этом каталоге 100 баллов. Выберите тот путь, который вам удобен. Научитесь зарабатывать на своих заказах. Научитесь предлагать свои заказы. Ну вот продукцию. Тогда вы увидите, насколько это несложно. Вы будете это делать играючи. И ваш бюджет не пострадает, что вы таритесь, таритесь и таритесь. Вы будете делать это легко и непринужденно. А еще знаете какой момент? Когда вы покупаете фаберлик, продукцию, например, порошки, вы за них получаете баллы. А эти баллы переводятся в бонусы фаберлик клубе. А эти баллы еще, они дают вам возможность получения дохода от компании. Когда вы покупаете порошок в магазине, ни баллов, ни подарков, ни доходов. Когда мне кто-то говорит, ой, ваза, фаберлик дороже, чем в магазине. Я говорю, а я получаю баллы. У меня есть процент от компании. Соответственно, эта ваза стоит не 500 рублей для меня. Она стоит для меня дешевле. Потому что я получаю зарплату, я получаю доход от компании. Для меня выгоднее происходит эта ваза. А если я беру по ВИП уже продукты с 70% скидкой и полные баллы, то я экономлю еще и на одежду. Ну вот на стоимости на одежду. Поэтому, коллеги, все реально, все возможно. Делаем заказы и получаем прибыль. Сегодня у меня все. Есть ли у вас вопросы? Готова ответить? Есть ли у вас вопросы? Готова ответить? Я тут молчу. Вообще, знаете как, я, пока вы пишете, есть вопросы или нет, я могу сказать. Я уже делаю на протяжении 121 раза по 100 баллов. Я уже настолько привыкла это делать и каждый раз это по-разному. Вот в этом каталоге я столько купила много себе. Ну, у меня аж прям рука моя загребущая, не могла становиться столько, столько вообще нового, чего хочется себе любимой. Поэтому в данной ситуации я прям вот с удовольствием это покупала. А обычно бывает, что я и формирую грамотные заказы. Ну все, тогда спасибо вам огромное, что вы были сегодня со мной. Благодарю вас, хорошего вам старта, хорошего вам работы и обязательно сделайте по 100 баллов. Это точно вам в плюс и в выгоду. До свидания, до новых встреч. До свидания.